На протяжении всей существования и жизни нашей республики то экономическая блокада, то значит не признание счетов, закрытие банковских счетов, то номера не признаются, то не пропускаются грузы различного назначения. А сейчас ситуация с лекарствами? С лекарствами продолжается, совершенно верно. И в то же время цинизм, лицемерие больше никак не дадим. С одной стороны, вот мы здесь внесем демократию, Приднестровье наше, и в то же время это сепаратисты, мы им не дадим ни лекарства, грубо говоря, ни лекарства не дадим, ни рыбу, что там еще, какие-то продовольственные товары. А теперь и футбольная блокада. А теперь еще и до футбола добрались, грубо говоря. Вызывает какую-то иронию, смех и вообще непонятно, что творится. Но вот это, как говорится, уже вверх всего и вся. По-моему, если бы давали действиям этим человек года там или правительство, или руководство какой-то остальной года, то Молдова первая получила бы место. Это может привести к эскалации. План Соединенных Штатов здесь воплощается в жизнь. Теперь уже будет руками Молдовы. И в этом плане миротворческая миссия им очень мешает. Очень мешает. Вот эта вот зона безопасности, вот это еженедельное заседание Объединенной контрольной комиссии, на котором обсуждаются все острые вопросы. Они проводят, конечно, колоссальный этот труд, это незаменимая эта работа. Ничем ее заменить невозможно. Ну и руководство Молдовы прекрасно понимает, пока здесь миротворческая миссия осуществляется, вот и Россия, конечно, во главе миротворческой миссии, само собой. Это пока они, значит, очень трудно будет провести. Те задуманные, ну, не отказываются они от реванша, от реваншизма вот этого вот события 92-го года. Нам потом говорили, что, дескать, здесь 14-я армия начала все спровоцировала. Это было все наоборот. Все с точностью до наоборот. Одел полиции, захватил гвардейца, которые пошли гвардейцы там переговоры вести. Те позвонили в Кишинев, что на нас нападают. И вдруг, буквально через 30 минут после звонка, полностью отмобилизованная мотострелковая дивизия стояла у стен Бендер. Как это такое может быть? Вот этот вот обман, когда 19 июня у нас здесь по Приднестровью, в Тирасполе, в Бендерах были выпускные вечера, как мы помним все. Я в том числе, сын, заканчивал 11-й класс. Я был на выпускном вечере в 11-й школе. И тут вдруг вечером в Бендерах война. Благодаря тому, что воинская часть была на казармном положении, очень быстро заняли. Я уже прибыл, когда с 11-й школы прибыл, уже на ключевых постах, уже стояла техника, уже люди вооруженные были готовы встретить. Не дай бог, даже в плохом сне не хочу это видеть и слышать. Откажемся от российских миротворцев. Здесь сразу же будут боевые действия. Боевые, не боевые, но силой попытаются навести конституционный порядок. Как бы они ни говорили, что при всем, при том, что мы получаем, нам Запад помогает с техникой, с оружием, проводим учения. Это в целях защиты, значит, Молдовы. И при этом мы остаемся нейтральными. Придумали новые выражения, значит, Запад там будет поставлять нелетальное имущество. И вот те вот учения, которые на бульбоках, насколько я знаю, подавление массовых там протестов, вот такая вот тема. Там же нету такого, что, значит, с целью защиты, обороны, потому что кто-то... И кто собирается на Молдову нападать? Я убежден в том, что безнаказанность, она порождает дальнейшие действия. То ли это преступные, то ли какие-то другие действия. Безнаказанность. Вот на второй план я бы поставил бы, я сторонник жестких очень мер спроса за эти, за такие вот действия. Особенно в нынешнее время. Конечно, это преступник. Другого тут слова не подберешь. Он говорит, я похулиганил. То есть сначала он сотрудничал со следствием, а потом начал отказываться от своих слов. Должен быть жесткий спрос, очень жесткий, чтобы другому... Ну, в Уголовном кодексе это называется теракт и диверсия. Две статьи. Да, чтобы другому даже не было, в голову не пришло такое, по хулигану, видите ли. Вот поэтому, как оно будет в марте, я еще раз повторяю, я лично свое мнение высказываю, что я сторонник жесткого спроса за это.